Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас 20 марта, воскресенье, в Чикаго 8 часов утра, в Калифорнии 6 часов утра, на восточном побережье, Вашингтон, Нью-Йорк, 9 часов утра, в Москве, 4 часа дня. Ну и, как всегда, по воскресеньям, как всегда, в это время, по московскому времени, повторю, это 4 часа дня, мы встречаемся на интернет-портале радиоцентра «Сангейц» в программе «Кабинет астролога» с Василиной Мицкевичем. Ну, прежде чем мы сейчас начнем программу с Василиной, мне хотелось бы поздравить всех с праздником. Ну, всех это, условно, всех, но на самом деле, наверное, те, кто астрологи. Почему? Потому что сегодня начался новый астрологический год, год барсука, об этом Василина нам сейчас расскажет, и поэтому с Днём Астролога всех тех людей, кто в это верит, кто в это понимает, кто готовы в это поверить, ну и, соответственным образом, в первую очередь, самих астрологов. Василина, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, радиослушатели! Я тоже поздравляю всех, всех коллег, всех любителей астрологии, и всех, кто знает, что астрология работает, астрология — это наука. Ну, год барсука, который у нас наступил, наверное, уже много о нём говорили, как раз говорит о том, что нужно быть такими прагматичными, дипломатичными, и астрология в этом, кстати говоря, помогает именно в прагматике. Поэтому рекомендую всем больше интересоваться астрологией хотя бы. Да, ну и я хочу добавить, опять же, чтобы люди, те, кто ещё не очень-то знакомы с астрологией, или больше, скажем так, считают, что астрология — это что-то непонятное, а вот астрономия, просто вот существование планет, оно существует. Астрология — это не предсказание, это не гадание, это прогнозы. Прежде чем я сейчас озвучу вот тему нашей программы, я хотел бы напомнить о том, что нас можно слушать на Сангейтс — это солнечная ворота на конце буква «С». Вопросы можно прямо там и задавать, там есть комментарии, возможность прокомментировать и задавать вопросы, а также нам можно задать вопросы по скайпу. Скайп такой, Сангейтс, Сангейтс, солнечный оборот на конце буква «С», Сангейтс 1 0 8, по-английски «Сангейтс». Ну, для тех, кто находится на территории Соединённых Штатов, хотя и не обязательно, можно звонить сейчас из любой точки мира, телефон такой 847-226-9956. Я хочу ещё одну такую интересную и непонятную вещь сказать, ну, непонятную для меня, скажем, тем, кто живёт на другом континенте, может быть, это понятно. Ну, во-первых, все программы наши, они записываются не только в аудиоформате, они записываются в видеоформате и выставляются на YouTube. С YouTube ссылки идут в Facebook. Это означает, что нас можно и видеть, и слышать. На Facebook есть такая страничка «Сангейтс Радио». Опять, та же самая страничка. Набираете в любой поисковой системе, и вы находитесь. «Сангейтс Радио», и там можно увидеть все наши программы. Но непонятная вещь заключается в чем. Вот до меня дошли какие-то такие слухи, что ли, о том, что почему-то на территории, в некоторых странах блокируются, в канале YouTube блокируются некоторые программы. Не знаю, почему они блокируются. В частности, блокируется программа именно по астрологии, и не только с Василиной, но и с некоторыми другими. Странно, не будем озвучивать в эфире. Ну, наверное, многие понимают, о каких странах идет речь. Значит, могу предложить вот что. Я не знаю, Василина согласится с этим или нет. У нас, на нашем континенте, в Северной Америке, ничего не блокируется. Поэтому, не только в Северной Америке, это же интернет не принадлежит никакой Америке, никакой России, и вообще никому. Это международная сеть, будем так говорить. Так вот, Вы набираете в YouTube SunGates Radio, но можете добавить туда через дефис, через тере, букву R, Russian, русский, на английском языке. И там Вы увидите все программы. Я Вам советую смотреть там, кто хочет, пожалуйста, можете подписаться на канал, потому что там достаточно интересные программы. Не только на тему астрологии, и не только на тему духовного какого-то развития. Мы из себя представляем, так сказать, три единства. Тело, дух, душа, body, mind, spirit. То есть, это единое и неделимое. И поэтому на всех, так сказать, ступенях развития мы даем такую информацию. Кому она интересна, пожалуйста, смотрите и слушайте. Вот, так сказать, на этом предыстория, на этом вступление заканчивается. И теперь мы перейдем к теме, если Василина хочет в этом плане что-то добавить. Пожалуйста, Василина, как Вы считаете, я правильно озвучил информацию? Ну, в принципе, кто хотел бы, в общем, полностью владеть информацией, конечно, проще слушать в прямом эфире, подписываться на канал. Ну, и загружать на свои каналы, если есть такая возможность и желание. Ну, и не забывайте нас по воскресеньям. Лучше в прямом эфире. Да, ну, хорошо. Так что, таким образом. Ну, и теперь мы перейдем к теме программы. Мы закончили, и прошлая программа была, а, конечно, Василина давала свои прогнозы в эфире. Ну, и некоторые из прогнозов были такие. О том, что ожидается какие-то террористические акты. Был прогноз, ну, желательно на самолетах, так сказать, воздержаться от каких-то поездок. В преддверии, во-первых, это было солнечное затмение, кстати, которое вот недавно прошло на всех территориях, это понятно. Ну, и, скажем, какие-то экономические прогнозы. И вот, что можно сказать, в общем-то, я сам анализировал, сам это читал. Было буквально в этот же день, как мы провели программу, только чуть позже, был террористический акт, в Анкаре был взрыв. Дальше, что еще было? Ну, скажем, если по экономическим прогнозам, нефть. Нефть, по прогнозу Василины, должна была подняться. Стоимость ее, что, в общем-то, и произошло. Вначале она немножко упала в понедельник, потом она поднялась, и сейчас уже перешла рубеж 40 долларов за один баррель, что, в общем-то, как мы видим, подтвердилось. Ну, и давайте мы тогда перейдем к теме, и давайте слово Василине, теперь вы говорите, а я молчу. Хорошо, ну, конечно, стоит поговорить и о следующей неделе. То есть радиослушатели могут анализировать, нужен им этот прогноз или нет, полезен или нет. Для тех, кого интересует экономическая ситуация, тоже будет пару слов сказано. Для тех, кого интересует ситуация в мире, тоже будет полезен. И для кого важна собственная безопасность, прогноз тоже интересен. Будет тут для всех, аспекты для всех. Поэтому можно сказать, что начиная с понедельника, я распишу, в принципе, чего опасаться каждый из дней недели. Начиная с понедельника, кстати, очень важный день в экономическом плане будет. Тоже день напряженный, причем решается ситуация какая-то важная, мировая, и, возможно, последуют такие значимые заявления сильных мира сего, которые повернут ситуацию где-то в одну или другую сторону. Я думаю, что события будут связаны и с Сирией, то есть как было и в прошлый понедельник. Также и этот понедельник, он перекликается с прошлым. То есть что-то произойдет важное, значимое. Ну, мне хотелось бы, может быть, просто какой-то такой вспомогательный вопрос. Ну, мы сейчас говорим не о том, что произойдет или должно произойти, а мы сейчас говорим о прогнозе, что может произойти, правильно? Ну, конечно, может, может произойти. Но может и не произойти. Ну, скорее всего, произойдет. То есть если вы, ну, если кто-то из радиослушателей знаком с моими прогнозами, то, наверное, знают, что прогнозы очень часто сбываются, и высока вероятность того, что произойдет, чем не произойдет. – Василина, Вы можете прокомментировать, ну, одно, один из Ваших прогнозов, он уже сбылся. Собственно, не один, много сбылись. Но вот конкретно о падении, давайте поговорим, Боинга в Ростовской области, в городе Ростове. – Да, конечно. На самом деле этот день в первую очередь связан с погодой, с экологией. И главным фактором в этот день всех событий являлась погода. Ведь если где-то какие-то катастрофы еще происходили, тоже важным фактором являлась погода и экология. Поэтому в этом же, в гороскопе рейса, вылета самолета, тоже главным фактором катастрофы являются погодные условия, именно погода. Но есть и второй фактор. Я бы назвала его, вот как астролог, человеческий фактор, ну, с экономикой связанной, экономико-человеческий фактор. То есть, возможно, либо экипаж, либо командир корабля пытался сэкономить либо время, либо топливо. И это ошибка. Ошибка именно человек-экономия. Вот тут вот какая-то еще будет подоплека. Ну и дополнительно могу добавить, наверное, об этом не говорили в новостях, но очевидцы, возможно, в дальнейшем сообщат, те люди, которые видели, как произошла катастрофа, что самолет горел и сгорел, как спичечный коробок, очень быстро. То есть, вот, качество самолетов, которые сейчас летают, тоже будет обсуждаться. Я думаю, что вот об этом будут говорить, должны говорить. О том, что самолет очень быстро сгорел. Нереально быстро. И как вы думаете, в чем проблема именно в погоде? Основная проблема – погода. Вторая проблема – это человекоэкономический фактор. То есть, ошибка экипажа, который пытался что-то сэкономить. Понятно. Значит, ложите больше заварки. Была такая когда-то книжка «Евреи, не жалейте заварки». То есть, не экономьте. Хорошо. Старый анекдот. Старый анекдот. Ну, это не анекдот, это была, на самом деле, такая книжка. Но в любом случае мы, конечно, приносим соболезнования всем родным погибших. Это не тема, на которую можно, конечно, шутить, но тема экономии и экономики, она всегда такая подлая и мешает жизнь. Из-за нее происходят не только авиационные катастрофы, но и войны. Да, это правда, это правда, конечно. И тема экономики и экономии на этой неделе очень важна. Во-первых, у нас год «Барсукан» начинается, и буквально 2 часа назад он начался, 2-3, да, 3 часа назад. То есть, мы вовремя вышли в эфир. Да, да, да. Так вот, «Барсук» очень запасливое животное, тащит все в нору, поэтому нам тоже стоит подумать о своих запасах и об экономии. Это очень важно. Вообще… А, простите, а что вы рекомендуете запасать? Экономить, прежде всего. Не жить на широкую ногу, запастись сухарями или консервами, ну, в общем-то, на всю жизнь это нереально. Но если мы будем экономить, если мы не будем излишне стоить, то мы получим какую-то отдачу в этом году обязательно. В любом случае. Ну, а на этой неделе, почему экономическая тема будет на первом месте? Очень напряженная ситуация создается в банках, в банковской сфере, в сфере инвестиций, вложения инвестиций, в сфере капитала. Те же индексы отреагируют. И обсуждаться экономика будет очень сильно. Основные дни такие тяжелые для банков и банковской сферы, а это кредиты, депозиты, там ставки, проценты. И все это будет обсуждаться в понедельник и пятницу. Это такие важные дни. Понедельник и пятница. Понедельник и пятница. 21 и 25 марта. Ну, и энергетическая сфера еще отреагирует. В основном это электроэнергетика. Это ТЭЦ, ГЭС, АЭС. Очень много аварийных ситуаций, аварийных отключений и потребует в себя дополнительных вложений. Конечно, умные, как бы экономические деятели, кто правильно ощущает эти сигналы, будут заранее продумывать свои действия. Ну, а мы можем просто запастись свечками, например, на эту неделю, чтобы если у нас отключат электроэнергию надолго, у нас все было под рукой. Такая вероятность тоже существует, да? Ну, я думаю, это даже будут такие массовые отключения. Целые районы, целые регионы будут реагировать. Конечно, причиной могут быть и погодные условия, но могут быть просто аварийные ситуации. Ну, и, конечно, надо ждать каких-то заявлений по поводу энергетических ресурсов, энергетических комплексов и энергетических проектов. Василина, Вы не могли бы чуть больше остановиться на этом годе Барсука? Точнее, есть цикл 34 года, да, по-моему? 32. 32, простите, да, 32 года. Вот что это вот за такой календарь, поскольку мы знаем, как бы, ну, календари, которые вообще известны, это какой-то такой не очень известный. Ну, почему? Это довольно известный авистийский календарь. Для Вас, да, а для широкого круга людей, которые незнакомы или очень немного знакомы с астрологией, нет. Вот поэтому я Вас спрошу, пожалуйста, немножко осветите. В год весеннего равноденствия наступает новый астрологический год. По персидскому календарю, это самый древний календарь астрологический, это самая древняя ветвь астрологии. Этот год Барсука. Цикл всего, в цикле всего 32 года. Есть волки, вороны. Всё это, в общем-то, можно будет почитать в статье, в ближайшее время, которое выйдет у нас на сайте. Будет очень интересно. Каждый год связан и не только с определённым животным, но и имеет определённые характеристики. То есть в начале года нам рассказывали про год обезьяны, бешеный какой-то, то теперь можно почитать про года Барсука. В общем-то, для интереса, но животные нужны для того, чтобы у нас были какие-то ассоциации. Какую направленность имеет этот год, с чем он будет связан. Барсук будет связан с экономикой. Понятно. Но вот обезьяна огненная, тем более, она связана с чем-то другим. Нет ли каких-то противоречий здесь, или есть какие-то совпадения? Вообще мне не нравится, что астрология делится на различные течения, и обязательно создаются какие-то противоречия. Безусловно. Нужно работать как-то сообща, нужно сообща находить какие-то аналоги. Да, вроде бы прагматичный и дипломатичный Барсук, и такая бешеная обезьяна, то есть они совершенно друг друга понять не могут. Да, это действительно противоречие. Но вот давайте проживем этот год и посмотрим, дипломатичный он, или все-таки он такой суматошный, как эта обезьяна. То есть вот к примеру, скажем так. Хорошо. Василина, скажите, в прошлый раз мы говорили немного об экономике на разных континентах. Что-то изменилось за эту неделю? Ну, понятно, вроде бы как бы ничего. Но давайте не все, может быть, слушали наши программы, давайте вы, может быть, повторите, поскольку лично я как бы знаю по разным, ну, я слежу за экономикой, только потому что я, в общем-то, участвую в бирже, в стак-маркет, и там есть какие-то, ну, так сказать, тоже прогнозы. Ну, вот, скажем, чисто по сезонам, в середине апреля, ну, как бы, маркет идет вверх, имеется в виду индексы, а потом начинается падение летом, вообще-то говоря, он практически там никуда не двигается, поскольку все уезжают в отпуска, а вот дальше потом начинается новый цикл, сентября месяца. И вот сентябрь-октябрь предполагается о том, что будет какие-то серьезные падения. Видите ли вы в астрологии, в ваших разработках что-то подобное? Ну, вообще, на самом деле, с сентября у нас начинается цикл нового затмения, то есть, конечно, затмение может повлиять на ситуацию на рынках, но мы же уже говорили об этом в прошлых передачах. В общем-то, я вижу, конечно, напряженную ситуацию в августе и в октябре, но нам интересно обсудить ситуацию, наверное, на этой неделе. А вот, может, не надо заглядывать так далеко? Давайте не будем. Мы будем рассказывать об этом каждую неделю. Хорошо. Давайте тогда, что неделя грядущая нам готовит? Ну вот, скажем так, если никто бы не вмешивался в ситуацию так глобально, не принимал какие-то глобальные решения важные, которые могут повлиять на всю экономику, да, перевернуть все с ног на голову, то мы входим в такую неблагоприятную полосу. То есть у нас в банковской сфере начинается шторм, и, естественно, на биржах начинается шторм. То есть какое-то снижение, отток какой-то инвестиций идет, отток капитала, ситуация напряженная, значит, падение каких-то индексов, валют нужно ждать. Ну и для магнатов, Ротшильдов, Рокфеллеров тоже это напряженный такой период, потому что уходят капиталы с рынка, не хватает, нужно быстрее как-то крутиться, и валюты будут падать. То есть если мы говорим о нефти, цена на нефть тоже может снижаться, причем в течение всей недели. Но тут есть один такой момент важный в первой половине дня, в понедельник. Повлиять на эту ситуацию может решение какого-то важного человека. То есть, ну, допустим, какого-то президента страны, какого-то важного политического деятеля. Либо в обратную сторону может повлиять какое-то событие глобальное. Ну, не будем думать о плохом, да, о каких-то взрывах. Будем думать о том, что умный человек примет правильное решение и сделает какое-то заявление, и ситуация будет меняться к лучшему. Но основное напряжение все-таки показывает, что мы будем спускаться. экономическое положение на этой неделе начнет ухудшаться. И цена на нефть, и нефтяные какие-то конфликты в понедельник, пятница тоже будут иметь место. Я хотел бы уточнить, вот какую вещь вы сказали по поводу валюты. Имеется в виду валюта по отношению к другой валюте? Или как? То есть будет падать, ну, вы находитесь на европейском континенте, поэтому давайте мы, я уточню, это речь идет о евро, допустим. Вот евро будет подниматься по отношению к доллару или опускаться по вашим прогнозам? То есть возьмем с самого начала у нас влиять на ситуацию будет цена на нефть и решение центральных банков какие-то. То, что будут выдвигать там предложения какие-то банки, центральные банки стран. Обычно в первую очередь реагируют индексы, на нефть реагирует рубль, то есть рубль будет снижаться. Рубль будет снижаться по отношению к доллару? По отношению к доллару. То есть понятно. Ну, тенденция к снижению идет. Я в своих графиках, на своих графиках, в моих презентациях именно конкретно по бирже об этом говорил. Те, кто были на презентациях моих, они это видели. То есть я анализировал графики и я говорил о том, что мы идем вверх, когда доллар стоил 60, там где-то с чем-то 65. Я говорил, что будет и 80, и в принципе должно быть еще больше. Но вот потом мы пошли вниз и мы будем пока идти вниз. Имеется в виду, рубль будет идти, да, будет по отношению к доллару стоить меньше. То есть, в общем-то, можно как-то запасаться, да? Мы говорили в самом начале об экономии. Экономии можно запасаться русскими рублями. Ну, если бы я хотела повлиять на ситуацию, была бы президентом России, то я бы в первой половине дня понедельника сделала бы какое-то важное, не знаю, важное заявление, либо согласовала какое-то важное заявление для того, чтобы остановить эту ситуацию. Если в понедельник она будет остановлена, то весь мой прогноз о падении цены на нефть можно перечеркивать. То есть, кто-то может повлиять на ситуацию в первой половине дня понедельника. Если этого не произойдет, то прогнозом можете пользоваться. Рубль будет падать, цена на нефть будет падать, евро выглядит более-менее стабильным, доллар идет вверх, так, индексы идут вниз, в основном реагируют банковские какие-то индексы, для России это банковские индексы, они реагируют негативно. Так, кого я пропустила еще? Какие валюты? Какие индексы? Ну, есть много различных пар валют, евро к доллару, есть британский фунт, есть швейцарский франк к доллару и к евро. Ну, главное, наверное, сегодня это все-таки евро, вы на европейском континенте, мы на американском, вот как между собой они реагируют. Ну и, естественно, в России на территории постсоветского пространства это рубль. Ну, наверное, вот эти вот, сегодня пока основные такие вот пары валют. Ну, и мы говорили как-то о том, что идет тенденция к тому, что будет электронная валюта, то, что сегодня называют биткоин. Вот со всех, отовсюду слышна вот такая вот информация, и у меня есть знакомые, которые предлагают мне вот на эту тему побеседовать. Я не знаю, если честно, я как бы вижу это все, но я не знаю, как это все можно претворить в жизнь. Ну, наверное, там где-то сверху все уже известно, запрограммировано. Нам остается только следить за этим. Хорошо. Спасибо, Василина. А скажите, ну, вот в заключении, допустим, нашей программы, что бы Вы посоветовали еще обратить внимание, какие рекомендации Вы могли бы дать нам? Ну, я на самом деле еще не упомянула то, то, что следующая неделя, 21-25, будет день, и с 21 по 27 марта, она опять является тяжелой для авиаперевозчиков, и такие серьезные дни, между прочим, вторник и среда, то есть постарайтесь не летать. Уже говорю и думаю, может, зря говорю, не хочется, чтобы кто-то попал опять в какую-то такую нехорошую ситуацию. Поэтому смотрите, может быть, стоит полететь в следующий раз. То есть опять ситуация напряженная. Окей, значит, я так понял из Ваших рекомендаций, подождем до следующего, доживем до воскресенья, следующего воскресенья, и на следующую неделю, уже через эту, мы послушаем Ваш прогноз, следует ли уже тогда летать. Да, хорошо, конечно. Уже стоит, наверное, откладывать все-таки две недели. Вот даже можете эти даты запомнить, вот эти две недели. Они всегда напряженные в авиации. Не важно, какой это год, не важно, когда произойдет затмение, но чаще всего вот в этот промежуток происходят авиационные катастрофы. Это не только просто астрология, это обыкновенная цикличность, закономерность. Но и еще рекомендация на этой неделе, нехороший такой геомагнитный фон. Я думаю, что мы столкнемся с увеличением геомагнитной активности. Опять это два главных дня, понедельник и пятница. Там и на субботу попадает. Понедельник, пятница и суббота. То есть какие-то геомагнитные бури серьезные в эти дни ждать. Поэтому людям метеозависимым, метеочувствительным стоит как-то соблюдать осторожность. Но и на кого сильно повлияет, это смотрите области с повышенным давлением, именно где высокое давление будет. Ну а люди с сенсорными какими-то способностями, просто посмотрите на небо. Если нет вокруг тучек, прочувствуйте солнце. Солнце в эти дни будет очень ядовитое, очень опасное. Можно подумать, что там в 15-градусный мороз светит такое июньское ядовитое солнце. Взгляните, видите, почувствуете это. Не надо быть на солнце. Солнце ядовитое. Понятно. Это мы говорим, повторю, на эту неделю прогноз. Правильно? Да, все верно. С понедельника будем говорить так по субботу или по воскресенью. Да, ну вот и запомните маркеры. Ядовитое солнце, электроэнергия, электростанции, банки, экономика. И вот достаточно этих слов. И вы уже сможете где-то подстраховаться. Ну, есть, конечно, отдельные категории людей, которые будут вести себя на фоне геомагнитной активности неадекватно. То есть люди с какими-то психическими проблемами, вот у них тоже может быть обострение. Опасайтесь. То есть люди, к примеру, которые бросали там коктейли Молотова в посольство российское, да, в Киеве, они побегут бросать чего-нибудь на автозаправки. Потому что нефть на текущие аспекты реагирует и все, что связано с нефтью. Вот такая странная будет ситуация. Развернет их, и начнут они нефтезаводы атаковать, там нефтезаправки, к примеру. То есть держитесь от таких людей подальше. И надо как-то с ними заговаривать. Обойдите их стороной. Понятно. Хорошо, Василина, спасибо большое. Ну, я думаю, что вот на этом наша программа уже заканчивается. И я хочу еще раз просто напомнить наши координаты. SunGates, интернет-портал радиоцентра SunGates. И это тройное W. SunGatesRadio.com Вы можете найти нас на Facebook. Опять же, SunGatesRadio. Вы можете найти нас на YouTube. Повторю, некоторые страны почему-то блокируют видео. На нашем континенте еще раз ничего не блокируется. Поэтому, если вы зайдете на SunGatesRadio-R или просто напишите в YouTube, то вы найдете эти программы или же на Facebook. И можно оставлять свои комментарии, опять же, вот на нашем веб-сайте. Ну, а кто хочет позвонить нам, милости просим. Это 847-226-9956 или Skype. SunGates108. На этом разрешите нашу программу считать закрытой. Василина, огромное вам спасибо. Еще раз с Днем Астролога. Вас поздравляет. SunGatesRadio, я лично. Ну, и желаем вам в новом астрологическом году в Барсука быть не очень экономной в плане того, что делиться информацией. А во всем основном, пожалуйста. Так что мы будем рады вас слышать. Ну, и следующая наша программа состоится тоже в воскресенье. Теперь у нас они регулярно будут по воскресеньям, перед рабочей неделей. И это будет происходить в 8 утра по времени города Чикаго, 9 на восточном побережье Нью-Йорк, и Вашингтон. 6 утра. Рановато для Эрии Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Ну, а в Москве нормально. 4 часа дня, воскресенье. Дорогие друзья, всего вам доброго. Василина, вам удачи, успехов и здоровья. Ну, а нашим радиослушателям всего наилучшего. До свидания. С вами был Сангейц, интернет-портал Сангейц-радио и Майкл Мелехов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова